Как в древности были записаны веды, есть такой мудрец Есадева, он до сих пор сидит в Гималаях, его не видно, его могут видеть только просветленные души. Был такой духовный учитель Мадхавачария, он пошел к Есадеве, но его ученики не смогли дойти туда, где Есадева сидела. Он один пришел, Есадева ему рассказал про Махабхариту, как он ее написал, записал, и тот комментарий он в Харите составил, Мадхавачария. Это было 500 лет назад, в последний раз мы с Есадевой общались. Он жил 5000 лет назад, он записал все веды полностью, и он был неудовлетворен, потому что он чувствовал, что людям этого недостаточно. И поэтому пришел к нему его духовный учитель Нарда Муни, это же духовный учитель всей Вселенной, он в духовном теле находится вообще, у него нет материального тела. Он пришел к нему и сказал, что нужно написать Шримад Бхагаватам, это произведение, которое является самым высшим проявлением ведического знания, Шримад Бхагаватам. Там написано, как служить Богу. Только все произведение только об этом. Разных людей, которые служат Богу. Так были записаны веды. Веды — это обширное знание вообще, там есть знание обо всем. Это инструкция по всем направлениям. Некоторые пользуются этим и выбирают направления, которые не слишком надо популяризовать. Например, есть Камасутра, там объясняется, как сельсов занимается. И некоторые лектора, понимая популярность этой темы, начинают муссировать эту тему очень сильно. И все свои лекции на Камасутре строят. Очень четко понятно, что у этих лекторов есть какие-то проблемы в этом вопросе. Вообще есть благостные ведические писания, есть страстные, есть невежественные. Невежественные ведические писания, они как бы дают знание о том, что не сильно надо об этом зацикливаться. Понимаете? Ну, например, Камасутра — это невежественное ведическое писание. Оно находится под влиянием двум невежства. Оно дает знание, но это знание, которое не надо сильно зацикливаться на нем. Допустим, если ты узнал из ведического знания, как ходить в туалет, не нужно постоянно целыми днями об этом рассказывать. Из этого делать большую философию. Ну, узнал — узнал, и ходи в туалет себе как правильно. Также сексом можно правильно заниматься, так ты узнал — хорошо. Но не надо из этого делать философию. Если ты из этого делаешь философию, значит, у тебя какие-то проблемы с восхождением в туалет. Ты, наверное, только об этом и думаешь постоянно. Не ходите на лекции по Камасутре. Ведически не ходите. Потому что это вам не поможет развиваться. Если человек читает такие лекции, значит, у него с мозгами трудности какие-то. В общем, от Багурта, вторая шлока, она говорит, «Харма про ее обжи такая, табутра, парамонир марцаранам сатан, ведьям паста ваматра васту, шиминатан, табутра инмуана», и так далее. Это ведическое описание. Писание, полностью отвергая всякие религиозные писания, направленные на достижение материальных целей. Это ведическое описание утверждает абсолютную истину, которые могут достичь только те, чистые люди, чьи сердца стремятся к совершенной чистоте. Этого произведения вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и с бредностью читать это великое произведение, Верховный Господь сразу же утверждается в его сердце. Когда это описывается, зачем оно нужно? Видите, Шимакбарбутов говорит, не надо никаких камасутр, надо думать только о Боге. В этот век человек не должен отвлекаться от главной цели. Все остальное в жизни получится, само собой. Разные бывают, надо это знать. Будьте осторожны. Сейчас много популярных техторов, которые пытаются что-то не то говорить. Субтитры создавал DimaTorzok